В Акибастузской музыкальной школе имени Истая прошли вторые республиканские чтения Машхужа Супа Копеева. К участию были приглашены талантливые школьники со всего Казахстана. В данный момент дети пишут по своим направлениям, кто-то выступает. Вообще данные чтения делятся на четыре направления. Это научные проекты, где рассматривают дети труды Машхужа Супа, по ним потом пишут свои. Изречения, свои научные исследования. Также второе направление это эссе. В этом направлении дается определенная тема касательно трудов, либо биографии Машхужа Супа Копеева. И дети пишут по нему эссе. Третье направление это Ахандарса эссе. Здесь ребята заранее заготовленные свои ар-нау читают, посвящение Машхужа Супа Копеева. А также во время, как все прочтут, после дается тема, на которой там тут же ребята должны за короткий срок написать другое оно и прочесть перед членами жюри. И четвертое направление это Сипа Тау. Здесь ребята разбирают личности, которые описали в своих трудах Машхужа Супа Копеева. Какие-то события, допустим, исторические, которые были прописаны в его трудах, в данном направлении работают дети. В членах жюри у нас есть, члены жюри состоят из 12 человек, в каждом направлении по 3 человека. Но география у нас такова, члены жюри, что трое у нас, должны были быть четверо, но один человек заболел, в смысле приехать. Приехали с Фразийского университета имени Гумулео. Здесь кандидаты наук, профессора по истории, филологии есть. А также Павлодарский государственный педагогический университет представлен и Павлодарский государственный университет имени Тора Игорева. На гран-при мы предполагаем наградить ноутбуками. У нас в каждом направлении по одному гран-при будет, это 4 ноутбука. Также по каждому направлению одно первое место будет, там будут портативные колонки. Вторые места у нас будут награждаться наушниками. И третьи места у нас будут награждаться зарядными устройствами, пауэрбэнками. Ну а также от фонда Машхур Жусупа, лично от Ертай Хуандухулы, всем участникам по одному тому работа Машхур Жусупа будет предоставлено. В состав жюри вошел и правнук Машхур Жусупа Копеева Ертай Жусупов. По его словам, интерес среди школьников в конкурсу растет. Во-первых, это воспитание нашего поколения. С другой стороны, это дает школьники, они, конечно, более восприимчивы, для них это очень познавательно. Но именно конкретно к этому конкурсу я как заинтересованное лицо, как президент фонда Машхур Жусупа, я, конечно, отношусь положительно. Потому что тут нет никаких таких каких-то подводных течений, листьев, что-то еще, какие-то льготы, поступления. Здесь идет чисто интерес, скажем, школьников творчества Машхур Жусупа. Неподдельный интерес. Это получается, ребята сами готовятся, изучают материал. Благодаря этому они понимают, что такое казахская литература, что такое казахская история, что такое наш фольклор, что такое наши культурные традиции, что такое ислам в прямом понимании. Это что такое, скажем, масхабабу ханифы, правильное понимание ислама, которое вот государство сейчас, знаете, страдает, выделяет миллиарды на какие-то там борьбы с течениями, там, разными религиозными, экстремистскими. А хотя в корень вопроса поставить изучение в школах произведения Машхур Жусупа, где он описывает жизнь пророка, а также как Всевышний создавал этот мир и как люди должны создавать. Это все есть и в его трудах. И самое главное это просто передать, школьный материал ввести и, думаю, много проблем будет, подрастающее поколение будет развить в правильном направлении. Сами школьники благодарны организаторам за возможность попробовать свои силы в таком творческом конкурсе. И даже расстояние в тысячу километров не стало препятствием для некоторых участников. Я очень рад участвовать в этом конкурсе. Мы приехали из Алматинской области. Хочу пожелать удачи себе и остальным ребятам. Хотелось бы поблагодарить всех за высокий уровень организации. По решению жюри участник из Акибастуза Данияр Тильтаев занял второе место. Ученик 36-го лицея под руководством преподавателя Зинеп Нур-Ахметова и подготовил выступление о жизни великих людей. Все победители и призеры награждены грамотами и ценными призами. Продолжение следует...